Доброго времени суток! В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим пример настройки геймпада для RPG-игры Final Fantasy XIV. Поскольку под эмулятором Vine, хотя Vine, конечно, не эмулятор, а аналог запуска API Windows на аналоговых системах. В версиях Vine 1.9 и ниже, возможно, и в будущем исправят эту проблему. Но на данный момент в клиенте игры Final Fantasy XIV оси джойстика не распознаются. Не распознаются два стика и, соответственно, их симметрия. Проблема решаемая дополнительными патчами, дополнительным напильником. Если у вас нет желания или возможности этого сделать, вы можете использовать дополнительные сторонние программы бинда джойстика. На данном примере это программа Antimicro версия 2.21, которая свободно доступна для загрузки, а также ее исходные коды для загрузки и анализа на Github. По данному адресу в сети вы сможете найти данную программу и ее исходные коды. Также на нашем сайте существует дополнительная страница с примерами конфигурационных файлов для джойстика и также для самой Final Fantasy XIV. В данном видеообзоре не рассматривается пример первоначальных настройок самой программы, а также настройка джойстика в системе GNU Linux, будь то Ubuntu, Open Source, Mandriva или Fedora. Перед началом работы с программой Antimicro ознакомьтесь с ее документацией и работоспособностью. Дополнительно настоятельно рекомендуется в настройках Vine непосредственно от того перификса, где вы установили и используете библиотеки для клиента Final Fantasy XIV через команду Vine Control отключить полностью поддержку всех джойстиков и устройств. В данном примере программа дополнительно и сам Vine рассматривает мою мышь-манипулятор как джойстик компании USB Device Gamepad 2, хотя Logitech F310 единственный джойстик, который подключен в системе. После проверки работоспособности программы и самого джойстика в программе, переходим непосредственно к настройке джойстика в клиенте игры. Еще раз повторю, убедитесь, что клиент не видит в вас джойстик. Итак, переходим в K-Bind, в вкладку Gamepad, ориентируясь на значки и описание стиков, биндики непосредственно на клавиатуру. Например, два стика у меня забиндены на NumPad панели. Дополнительные кнопки также непосредственно забиндены на клавиатуре. Проще говоря, вы конфигурируете клиент игры Final Fantasy XIV и описываете джойстик и его кнопки и оси как клавиатуру. Это очень важно. Запомнив или записав, или просто-напросто открыв окно рядом, вы переносите данный бинд в бинд данной программы. То есть, мы можем посмотреть, что стики по умолчанию, маленькое отступление, есть пресеты. Last. Это левый стик. Вот правый стик на NumPad. Right stick аналог. Вот он, пробинден в этой стороны. Вот пробиндена крестовина. Соответственно, Up, Down, Left, Right. И, соответственно, описание, перенос с данного бинда в бинд программы всех кнопок. Они должны соответствовать на 100%, иначе будут конфликты. Вы можете, конечно, непосредственно создать тот бинд в программе, как вам удобно, опираясь на горячие клавиши клиента. Но это делать не рекомендуется, поскольку, как я могу заметить, возникают конфликты в игре. После бинда мы с вами должны проверить первую работоспособность программы, сохранив конгрификационный файл, и отклик джойстика в клиенте. Программа должна быть запущена всегда. Так, проверим право-левый стик. Проверим бинд кнопок. Вызовы меню. Проверка шифтов левых-правых. И прочие бинды, которые вы назначили сами. Дополнительно стоит отметить настройки клиента непосредственно панелей и самого джойстика. Вот, переключатель на геймпад и переключатель, соответственно, на мышь. При переключении будут исчезать стандартные панели по умолчанию, и вам будут доступны четыре основные панельки первого сета. То есть мы с вами зажимаем левый шифт и, управляя крестовиной, соответственно, активируем спеллы, скиллы, одним словом, умения. Правая часть – это у нас кнопки. Соответственно, зажимая правый шифт нижний или левый шифт нижний, мы с вами переключаемся на последующие панели. Зажав верхний правый шифт, простите, зажав верхний правый шифт, мы с вами можем менять с этой панели, которых достаточно тут много и которые вполне удобны для любых рук. Также вы можете отметить поддержку автоатаки, автовыделения цели. Далее, спозиционировать камеру первоначальную, то есть мы можем выше, ниже, как вам будет удобно. Дальше, выбор таргетинга, цели автоматические. Lock Target – это непосредственно контроль камеры за выделенной целью. Здесь у нас с вами переключение дополнительных баров, которые вам необходимо отображать. И, соответственно, на вкладке Cross мы с вами можем включить или отключить управление и дополнительную манипуляцию шифтами и самим баром. То есть здесь удержание нижних шифтов, либо просто нажатие, либо удержание, либо общий микс. Здесь зависимость от привычки и силы пальцев. Если вас не напрягает держать постоянно шифт, то оставьте по умолчанию. Также можно отключить дополнительные сообщения о умениях, если они вам загораживают обзор или вы их уже знаете наизусть. После бинда всех кнопок, настроек под личные нужды, проверьте полную работоспособность джойстика в клиенте через программу Antimicro. И, соответственно, проведем небольшой тест по возможностям и выборам целей для битв. И вот мы видим выделение при учете того, что персонаж смотрит непосредственно на цель. Здесь также вам дополнительно потребуются макросы, поскольку переключение в битве иногда не слишком удобно, но написание макросов это отдельная тематика. Также выбор автоцели, если вас атакуют. Вот, не видим, удерживая нижний левый шифт, мы манипулируем данным кроссбаром. А вот так мы можем дополнительным нажатием или, выставив настройка автоматически, привязывать камеру непосредственно к цели. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго! Продолжение следует...